15 урок продолжаем. Часть Э. Местоимение в родительном падеже мы сегодня рассмотрим. Поставьте, пожалуйста, прямо сейчас лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны. И напомню, что под каждым видео есть кнопка «Спонсировать». А мы переходим к уроку и прочтём и переведём четыре диалога. В этих диалогах выделены местоимения как раз-таки в родительном падеже. Дзвоня до тебе и дзвоня. Длачего не отберешь? Я звоню тебе и звоню. Почему ты не снимаешь трубку? Пшепрашим. Мял им спотканье и трохаще пшедужил. Дзвонил ещё до Тома. Извини, у меня была встреча и немного она как бы задержалась. Ты звонил уже Тому? До него теж ещё не могу дозвонить. А ты, певни, не дзвонилась до мамы и Анджели? Я к нему также не могу дозвониться. А ты наверняка не звонил маме и Анджеле. Зараз до них задзвоним. Ага, только не мам телефона до Анджели. Маш, может, номер до ней? Сейчас позвоню им. Угу, только у меня нет телефона Анджели. Может, у тебя есть номер? Её номер. Второй диалог. Честь, Хавьер. Дзвонилаś до мне? Привет, Хавьер. Ты звонил мне? Дзвонил им до вас всыских без скутку. Я звонил вам всем и безрезультатно. Длачэгу до нас всыских и длачэгу ещё донервуешь? Почему нам всем и почему ты нервничаешь, раздражён? Дзялок номер три. Не видзялаś моего телефонау шуканго в шэньде? Ты не видзяла моего телефона? Я ищу его везде. Лежит там, под кщёншком. Он лежит там, под книгой. О, ей тэш шукала. О, я её книгу, имеется в виду, также искала. И тых добрых часток, певни, тэш? И этих хороших печенек наверняка тоже? Так, их тэш. Да, их тоже. Часток не мусяш шукаць. Юж зъядуйш бы. Печенек можешь не искать. Мы уже их скушали. Дзялок четвёртый. Шукам ей в шэньде. Я ищу её везде. Где она ест? Где она? Их тэш не видзэ. Их тоже не вижу. Лачэгу они до мне не дзвоню? Почему они мне не звонят? Ахавьер был тупшет хвилом и террас гу южнема. Ахавьер был здесь минуту назад, и сейчас его также нет. Итак, мы с вами переходим к местоимениям, личным местоимениям в родительном падеже. Заимки в доплнячу. Здесь мы также видим, есть короткая форма местоимений, которая используется сразу после глаголов. Есть длинная форма местоимений, ещё она называется предложной, и используют эта форма после предлогов. Форма он и форма ону совпадают, и у них есть три формы. Него, его. Длинную форму местоимений мы используем после предлогов. Также с этой формы местоимений мы начинаем предложение. Если нам надо сказать он или ону, начинаем предложение с формы его. Также длинную форму местоимений мы используем в конструкциях. Ани, ани, например, не люблю ни тебя, ни его. Тогда мы длинную форму используем. И также длинная форма местоимений, когда у нас предложение состоит только из местоимения. Кого любишь? Его, например. Кого любишь? Тебя. Тогда мы используем длинную форму. В он, оно используем его. То есть в он и оно, него форма используется только после предлогов. Переходим к упражнениям. Потренируемся, подсматриваем пока в табличку, подсказочка. Сделаем упражнение номер два. Не кохом че. Я не люблю тебя. Не кохом че. Не люблю тебя. Просто глагол, и значит выбираем короткую форму местоимения. Не люби го. Я не люблю его. Не люби го. Опять же, нету предлогов, поэтому короткая форма местоимения. Не знам вас. Я не знаю вас. Тут без вариантов. Нас, вас и мне по одной форме только. Он шукал го в шэнде. Он искал его везде. Шукал го – короткая форма местоимения, потому что нету ни предлогов, это не начало предложения, мы никак-то не выделяем это эмоционально. Просто он искал его. Не видзе ани че бе ани егу. Конструкция ани-ани, значит выбираем длинную форму глаголов. Я не вижу ни тебя, ни его. Форма он. Выбираем его, потому что него только после предлогов. Юж и де доних. Я уже иду к ним. Здесь у нас появляется предлог, поэтому выбираем длинную форму. После предлогов предложная форма местоимения. Ты не видел там их. Видим просто. У нас нету предлогов, поэтому выбираем их. Вот сюда оны смотрим. Их, но они совпадают. Оны и они в данном случае, в данном падеже совпадают. Потом мучишь до них. После предлога у нас появляется буковка на них. Ты должен им позвонить. Дзвонил до нас кто? Звонил нам кто-то? До нас, потому что до предлог. Но так как мы нас, вы, вас здесь без вариантов. Одна форма только. Ею и выбираем. Мами, че, шука. Мами тебя ищет. Мами, шука, когу, че. Короткая форма, без предлогов. Анжела звонит до него. Есть предлог, поэтому него. После предлога у нас него форма использует. Анжела звонит ему. И прочтем. Еще два таких текста. Здесь в этих текстах нужно вставить местоимение. Правильное, в правильной форме. Здесь не только родительный падеж. У нас используются разные падежи. По смыслу вставляем. Итак. Кто то ест? Кто это? Не знам ани егу, ани ей. Я не знаю ни его, ни ее. Ани, ани. Что они тут робим? Что они здесь делают? Видите? Вообще не изменилось местоимение, потому что что они здесь делают? Просто обычное название местоимения. Именительный падеж. Он что-то говорит ей. Сейчас она что-то говорит ему. Предлог. Длинная форма. Оей, подходзум до мне. Ой-ой, ани подходят ко мне. Хыба хцом зэмном розмавячь. Вероятно, ани хотят со мной разговаривать. Не, еднак не до мня, тылько до них. Нет, однако не ко мне, только к ним. Так. Розмавяем с ними. Да, ани разговаривают с ними. Терас не видзе их добже. Сечас я не вижу их хорошо. И видим, что. Короткая форма, шо нету предлога. О, ест ешче джетско. Вшицы ушмехающе до него. О, ест ешче ребёнок, и все улыбаются ему. А я то цо? А я што? Дачэго до мне нікт ше не ушмеха? Пачему мне никто не улыбается? Эти диалоги вот к этим картиночкам. И второй диалог Б прочтём. Задзвонишь до чебе, чы лепи не? Позвонить тебе или лучше нет? Чы ты веш, же я че кохам? Знаеш ли ты, што я тебя люблю? Чы ты веш, же я чекам на чебе цауэ жича? Чекал им на чебе цауэ жича? Знаеш ли ты, што я ждал тебя всю жизнь? Мушэ поразмавяч с тобо. Мене нужно, я должен поразговорюць с тобою. А може лепи не? А може лучше не надо? Такой парень у нас сомневающийся в раздумьях весь. Итак, переходим к следующему упражнению. И последняя часть, повторение, повторение. Мы с вами изучали родительный падеж множественного числа в 15 уроке. Помним, что родительный падеж у нас после всех цифр идёт, кроме 2, 3, 4. Итак, что у Анжелы в сумке? Вот её сумка, вот нарисовано, что у неё в сумке. Давайте прочтём с правильными окончаниями уже. Шесть колоровых почтувек. Шесть колоровых разноцветных почтувка, почтувек, значит, женский род смотрим. Шесть разноцветных открыток, вот они. Просто была бы пачка чего хустэчек. Хустэчек в родительном падеже, потому что после названий упаковок, каких-то ёмкостей, весов, тары, да, мы используем также родительный падеж. Но пачка, потому что Анжела ма цо, берник, пачка хустэчек, пачку платочков. Ма бутелька воды минеральной. Она имеет бутылку минеральной воды. Воды минеральной в родительном падеже ма цо, бутелька, винительный падеж, берник. Ма два добрые билеты. Имеет два хороших билета. И два, значит, используя именительный или винительный падеж множественного числа. Мяновник, чили берник. Два добрые билеты. Ма пачка гум ментовых. Имеет пачечку жевачек мятных. Пуделку запалек. Коробочку спичек. Коробок спичек. Пачка чипсов. Она имеет, у неё есть пачка чипсов. Едно ябко. Так и остаётся, потому что одно яблоко. То есть просто именительный падеж детского числа. Еден портфель. Одно портмоне. Кошелёк. Вот всё мы можем видеть на картиночке. Едном кщоншке. Она имеет одну книгу. И видим здесь вот средний род без изменений. Мужской род без изменений. А вот женский род. Ма цо. Бернику. Едном кщоншке. Одну книгу. В именительном падеже совпадает мужской и средний род. Это я напоминаю в единственном числе с именительным падежом. А вот женский род отличается. Ма едном кщоншке. Имеет одну книгу. Что ещё она ма? Она ма пуделку салатки яжиновой. Коробочку овощного салата. Четыре дугописы. Четыре ручки. Два, три, четыре. Значит, используем именительный падеж множественного числа. Четыре ручки. Ма пачка папироса. Пачку сигарет. Два зашиты. Две цитратки. У неё есть. Вот они лежат. И ма пушкой колей. Жестяную баночку кока-колы. Ну ацуш. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Также есть под каждым видео кнопка «Спонсировать». Выбирайте для себя наилучший вариант. Становите спонсором канала. В качестве бонусов еженедельно, несколько раз в неделю я буду публиковать видео с практическими занятиями польским языком. Домашнее задание. Прочтите, пожалуйста, ещё раз. Предложение вслух. Также прочтите диалоги вслух. Запоминайте, какие местоимения в родительном падеже используются. Прочтите вот эти диалоги также вслух. Если есть незнакомые слова, выписывайте с переводом. И мы с вами вскоре услышимся. Продолжение следует... Продолжение следует...